Они ждали свою квартиру более 10 лет, стояли в очереди, собирали документы, ходили по инстанциям. Это сражение за квадратные метры преподаватели лицея-интерната имени Лебедева все-таки выиграли. Ситуацию удалось изменить после обращения в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Теперь шесть чебоксарских семей принимают подарки на новоселье. Благоустроенная однокомнатная квартира, рядом лес, детский сад и школа. Воспитатель Елена Федорова говорит о таком комфорте и не мечтала. В общественную приемную Медведева она обратилась от отчаяния. Признается, на скорое решение квартирного вопроса уже не надеялась. Но спустя шесть месяцев ей позвонили и сообщили. Жилье выделено. Раньше я жила в Чувашском национальном лице имени Лебедева. Там я жила в общежитии. Там пять семей в общежитии. У меня 22 квадратных метра было. Условия. Там есть условия. Вот одна кухня на петь семей у нас была. Даже непривычно мне, как сказать, с общежития сразу на квартиру. Условия для меня пока еще, как сказать, не привыкла. Римма Гаврилова, мама троих детей, получила просторную трехкомнатную квартиру. Долгие годы семья ютилась в общежитии лицея. Жилье предоставлено по договору социального найма. Но в дальнейшем квартиру Гавриловы планируют приватизировать. Со своей жилищной проблемой мы обратились в июне в общественную приемную партии «Единая Россия». Вот сотрудники общественной приемной смогли нам указать, куда нам идти, кто может нам помочь. Огромное спасибо всем сотрудникам. Условия хорошие. Будем жить и работать дальше. Через месяц нам сказали, что временную регистрацию можно сделать. А потом уже законы там сейчас очень быстро меняются. Если будет возможность выкупить, мы, конечно, постараемся. Проблема педагогов лицея имени Лебедева решена. Но подобных житейских историй в республике сотни. Регионально-общественная приемная никогда не пустует. Люди приходят сюда с надеждой на помощь и понимание. Все письменные обращения граждан сразу же идут в работу. Есть вопросы, конечно, и по улучшению жилищных условий. Особенно обращаются те, которые работают в бюджетной сфере. Ну и немало, конечно, вопросов, особенно по городу Чебоксары, ну и по некоторым другим городам Чувашской республики. Это уплотнительные застройки. Вот эти вопросы, конечно, волнуют жильцов. Главная задача общественной приемной – помочь всем обратившимся. Ни одно заявление или письмо не остается без ответа или бесплатной юридической консультации. Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика.